Ребята, в какое я место приехала? Смотрите, жил массив Фрунзенский. Вот моя машинка стоит. Вот пруд. Кому знакомые места. Я приехала за пассажирами. И, конечно, там всегда маски. Ха, плетик есть. На улице сегодня минус 10. Солнечная, яркая погода. Посмотрите, какая здесь красота. Так, вон город, как на ладони. Вон, как на ладони город. А это залив. Ух, посмотрите, сколько рыбаков. Сейчас. Гляньте. Не знаю, видно. Наверное, видно вам, да? Ничего себе. Хм. Да. Так. Просто пассажиров жду, вышла. Они там собираются. Я вышла, думаю, сниму. Давно я здесь не была. Скамеечки люди. Стоит моя красненькая. Моя кормилица, да, ребята? Свет там хорошо. Ну, конечно, наверное, солнечная сторона. Все заливает дома солнцем. Кстати, я, когда здесь на Амуре жила, с начала 90-х, вот как построили этот дом. Крайний. Вот этот вот все больше ничего и не строилось. В принципе, друзья, ничего так и не изменилось. За столько лет. Конечно, лавочки, мусорки поставили. Езди бабушкам погулять. Здесь вот праздники отмечали. Ну, конечно, кафе, рестораны поставили. Красота. Так, сейчас, 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 сейчас. Вон, тесто так хорошо поднимается. Ребята, решила сделать пирожочки с капустой. Жареные. Значит, я... Ой, какое... Что значит живые дрожди? Не сухие, а живые. Так. Пускай хорошо стоит. Если тесто останется, то еще и с картошечкой. За шалупенью. Бабушка говорила, за шалупенью. Тушу капусточку с томатиком и немножечко кетчуп-очили, чтоб косвенькая была. Ой. Будут в мягенькие, мягенькие, маленькие пирожечки. Пирожечки. Одессенькая моя. Ты моя жаенька. Вчера посмотрела видео там, где ты маленькая. Ты такая маленькая была. Такая. Ой, ребята, представляете, мне даже не верится, что эта кошечка родилась. Самая последняя, я уже рассказывала. Самой слабенькой. Почти полтора месяца глазки не открывались. Она... Ей не хватало молока. Ее постоянно на задний план отбрасывала Лиза. Ну, все. Знаете, животные, они же умные. У них идет отбор. Если слабые, они его избавляются. Как Людочка и я, если Петки молочком кормили. Боже, и какая благодарность мне. Какая кошечка. И ребята, везде со мной кружит, кружит. И я решила ей варить холодцы постоянно. Буду брать косточки, ножки. Вываривать, варить. Так она любит. Думаю, ну что, мне жалко для нее. Вот если Лиза... Ой, по зиму. Боже. Ребята, только заметила. Сейчас я... А ну, а ну, перевернется камера или нет? Вот гадство, не знаю. Ой-ой-ой, сейчас покажу. Сейчас. Зайчик. Моя девочка маленькая. Посмотрите, наверное, будет холодно. Носик спрятала. Лизонька. Моя девочка. Ой-ой-ой, зимой. Ребята, а это вообще автомобилистка. Сегодня машина пока прогревала. Я немножечко оставила дверцату открытую. Выезжаю задом. Смотрю в заднее окно. Лиза. Обожаю. Вот вы только увидели, что обожает. Обожает и в машине ездить, и вообще машину. Вот запах. Она трется об колесо. Она трется об сиденье. Она что-нибудь нюхивает, нюхает, нюхает. Ну, надо тебе такое. Ну, надо тебе такое. И когда я гараж открываю и закрываю, она постоянно... Ребята, пока закрываю ворота, она стоит, смотрит, провожает меня. Ну, я просто... Я... Вот так посмотрю, действительно, так много животных. Ну, я, честно говоря, друзья, еще хочу на весну взять собачку одну. Правда. Я хочу собачку. Я не знаю, может быть, я сошла с ума. Может, вы скажете, что, Нателла, ты действительно... Зачем? Очень много. Ребята, хочу. Так мне хочется. Ну, мне... Я понимаю, мне, наверное, внуков не хватает. И я восполняю эту любовь к животным. Понимаете? Хотя, я вот думаю, знаете как... Мне кажется, если у меня будут внуки, я тоже буду любить животных. Конечно, не так. Буду их на второй план. Потому что должно быть все стерильно, чтобы ребеночку было тепло, уютно и чистенько. Так, а неизвестно, где мой ребенок будет жить, Людмила, да? Ой, это все равно, где бы она не жила. Все равно там, где мама, там и Людмилка будет. И вот я одна дома, Люда заказала мне пирожки. Сегодня, ребята, вообще людей. Ну, вообще. Зала два заказа, таких, знаете, крупных, денежных. Очень далеко. Вот. И обратно никого нет. И я думаю, в общем, поехала я домой. Ну, поехала я домой. Ага, свернула, и слава Богу. И слава Богу. И думаю, сделаю пирожочки. Она заказывала. Она варит супа сегодня. Она завтра выходная. И завтра хочу в воскресенье поработать. Все-таки в воскресенье поработаю. Вот. И буду ездить. Все-таки не буду себе изменять. Конечно, хорошо, что я исследую город. Что я езжу очень далеко. Но, если надо ездить по своим денежным местам. Да вообще, как-то, знаете, сегодня... Ой! Боже, что-то упало. Пошло мясное масло. И вообще, ребята, я сегодня, знаете, забыла сказать. Ангел мой, пойдем со мной, ты переезд за тобой. Забыла. Забыла, друзья. И я какая-то такая несобранная. Какая-то такая вот, ну... Я вообще не забубонный человек. Но вот все-таки я верю больше в себя. В себя, в свои силы. Но эти же слова я всегда произносила. Понимаете? Я же произносила эти слова. А тут не произнесла. Космос не сказала. Короче, вместо тормоза нажимаю газ. Ну, короче, что-то такое. Ну, короче, в таком счете, я только села за руль. Понимаете? И думаю, поехала. Лучше я в пользу для дома сделаю пирожочки. Мои вы сладкие, мои вы сладкие. Тут еще коробки повыкидывала, потому что у меня были коробки картонные. А это... Я не могу... Сейчас, сейчас, сейчас. Я не могу, чтобы это не показать. Ой, боже мой. Ну, вот как? Ну, вот как не любить? Как не любить вас, девчонки? Мои вы девчонки. Мои сладенькие. Ой, боже мой. Столько любви. Столько любви, ласки. Ой, ребята. Смотрите, какая хорошая мама, да? Коке уже полгода. И все равно. И ушки вылизывает. Ой, боже мой. А это, а это. Ой, ой. Коке такая своенравная девушка. Ну, как все кошки, да? Как все кошки. На руки не, не возьмешь, нет. Но, когда я уже... Видишь, что я вот так вот делаю? Вот так вот приходит, садится на меня и смотрит мне в глаза. А у меня на стулчике всегда лежит яблочко, конфетка. И она конфетку развернет, пол конфетки съест. Да, друзья. Чем питаюсь я, тем питается Коке. Я не знаю. Ей, конечно, нельзя конфеты давать. Даже яблоко ест. Когда я уже говорила, когда был холодец в коридорчике. Боже, она, она этот коридор, она равна на посту. А вдруг кто-то дверь откроет. А вдруг. Так ладно, опять болтают. Боже, опять болтают. Пирожечки, пирожечки, пирожечки. Дым-дым-дым. Все люди нормально на вычерю делали. Ну, когда мог. Когда могем. Когда могем. Так, я сделала побольше. Ой, тень, тень, тень. И сделала поменьше. И вот еще жарятся. Уже темно. На маленьком огне. Очень такие пухленькие. Пухленькие, пухленькие. Почему сделала большие и маленькие? Потому что мама любит побольше. Дубочка любит такие, как семечки, поменьше. Я раньше еще меньше делала. Где-то у меня есть видео на канале. Но... Там я же не могу. И там, и там, и везде. Короче, мои пирожечки, друзья, готовы. Доброе утро. Сегодня суббота или воскресенье? Небо затянуло. Наверное, будет снег. Ты моя сладкая. И ты провожает меня. Ты меня провожаешь. Провожаешь. Да, зайчик мой. Провожает. 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 Да, да, да. Ай, ты моя сладенькая. Да, 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 да. Сейчас я приду. Сейчас я приду. Сейчас я зайду. Мне еще надо. Ой, сейчас. Ой. Дуня забирала. Она там ходила. Просто работаю с друзьями. Встречалась. Это же праздники. Ходила в заведение. Немножко выпивали там они. Потом приехала она тогда домой на такси. Я, конечно, спала уже без одних ног. Это где-то было в 2 часа ночи. Ребята, и суп разогрела. И пирожки разогрела. Говорит, мама, вот это я буду отдыхать. Капусты так много положила. И знаете, что мне нравится? Я ее поперчила. Я же люблю все такое перченое. Само тесто тоненькое, но пухкое. Я когда жарю, сливочного масла не добавляю в тесто. Растительное масло. А этот раз добавила. И больше этого делать не буду. Вот когда они горячие, они просто, ну это шедевр. А вот когда они холодные, сливочное масло, оно сворачивается, застывает, как дубеет чуть-чуть. Они мягкие. Но когда, ну не такие, знаете, как вот, не так приятно есть, когда просто растительно, когда жаришь. У меня микроволновка есть? Вот, друзья, напоминает, как мы покупали раньше. Продавали пирожки в столовых. Вот точно. И капуста. Мокрые. О! Они как мокрые. Нашла определение. А девочки, так легко, быстро делаю. Я не жду сильно, чтобы она сильно поднималась. В общей сложности, смотрите, замесила тесто, опару сделала, чуть-чуть побуркала, потом замесила. Один раз. Все. И пока капуста тушится, стоит тесто. Дрожди, ложечка сахара, ложечка соли, чайная. Сделала опару на молочке. У меня молочка не было, я сделала майонез. Да. С тепленькой водичкой. Ну, не было молока у меня. Значит, куда молоко? Все, вот, бешеные грудки будут стоить. Вот. Потом растопила сливочное масло, когда чуть-чуть опара поднялась. Сливочное масло туда, распустила туда. Одно яйцо, одно. Потому что тоже было одно яйцо. И замесила. И не круто, а вольно-вольно замесила. Прям вольное тесто замесила. И пока капусточка тушилась, тесто поднялось, наварганило, дымовуху тут подняла. Все, отлично. Да, отлично. Так что сегодня возьму яблочки я в этот самый вкулечек и поехала работать. Да, пока ничего в жизни не происходит. Так вот и на канале. Если куда-то поехать отдыхать, что-то показывать, какие-то места. Ну, я буду думать над этим. Буду думать, работай, работай. А куда-нибудь, может, на экскурсию и поеду. У нас такие есть места. Вот я езжу, такие есть места, что просто прелестные. Но я хочу поехать, чтобы меня кто-то повез. Да? Ладно, мои хорошие. До новых встреч. Всем мира, всем добра. Мир, мир вашему дому. Все, пока. Да, Степаня, Степаня, Степашечка. Оно видно, его не видно. Степаша, Степаша. Смотри, Степаня. Нагулялся, нагулялся, нагулялся. О, и еще. Макитрочка смутит. Общаются через окно. Смотри, Степаня.